Добрый вечер, дорогие! Сегодня столько много, да, кто болеет. Мы верим, что Господь исцелит всех, поднимет, восстановит. Аминь. И Господь положил на сердце говорить об очень важных вещах. Давайте, знаете как, давайте откроем местописание, всем известное, это Марка, 10 глава, очень известное местописание, все, наверное, читали его, да, кто-то, может быть, кто недавно пришел, не читал, но слышал, кто-то, может, не читал, не слышал. Так, Марка, 10 глава, 17 стиха. Когда выходил он в путь, подбежал некто пред ним, а некто пал пред ним на колени и спросил его, учитель благих, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим, никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не убивай, почитай отца и мать. Он же сказал ему в ответ, учитель, учитель, все это я сохранил от юности моей. Иисус взглянул на него, полюбил его и сказал ему, однако не достает тебе, подай, пойди, все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, следуй за мной, взяв крест. Интересно, да, вот, посмотреть на этого юношу, хороший парень, ну, правда, хороший, да? Вот, ну, вот, вот если вот так вот, просто обычными человеческими глазами, даже иногда, знаете, как, даже иногда в церкви, ну, как бы, люди, они вот так вот смотрят, ну, часто так смотрят, да, то есть. Классный парень, заповеди соблюдает все, да, ну, хороший человек, заповеди соблюдает, все у него, все четко, то есть, почитает, ну, написано здесь, то есть, не крадет, то есть, ему можно доверять. Дальше. Не прелюбодействует, да, то есть, верный жене муж, нормально все. Не убил никого, не убивает. Не крадет, не лжесвидетельствует, не обманщик какой-то, не лжесвидетель, почитает отца и мать, не обижает маму с папой, то есть, такой хороший парень. И вот, как бы, да, вот, вот, можно сказать, Иисус, ну, вот, если бы учеников бы Иисус спросил, как думаете? Ну, вот, нормально все, они бы сказали, да, Иисус, да ты что-то посмотри на него. Все вообще в елочку, хороший, заповеди соблюдает, десятину отдает, просто вот, идеальность юности, то есть, он с юности, он как бы учился у каких-то хороших людей, то есть, вот, хороший человек. И кажется, Иисус, ну, ну, давай его путь, ну, разреши ты ему, что ты, пусть в царство-то зло, он же хороший. Пусть царство твое попадет, придет туда, на небеса к тебе. Ну, смотрите, Иисус что говорит, Иисус взглянул на него и полюбил даже его, то есть, он ему, ну, посмотрел на него, ну, такого не полюбить нельзя, да? Такого хорошего парня вообще, вот, какой холюсенький, да? То есть, ну, вот, вот, прям, вот, ну, классный, вот, человек такой, благословенный, все классно, но, знаете как, мы смотрим нашими, своими человеческими глазами, то есть, для нас хорошие люди, они, ну, как бы мы определяем, вот, наш стандарт, это хороший человек, значит, он достоин, это хороший человек, значит, он пойдет на небеса. Это классный человек, как помните, в прошлый раз я проповедовал, да, про эту женщину, она хорошая была, но, к сожалению, у нее трагедия в жизни произошла. Так же и здесь, то есть, это хороший человек. И смотрите, интересная вещь Иисус говорит, Иисус глянул на него, полюбил его и сказал ему, одного тебе не достает, вот, одного, вот, самого главного, это все хорошо. Вообще, как бы, ну, заповеди, да, они, ну, они, как бы, ну, делают хороших людей, да, то есть, заповеди Божьи. Божьи, то есть, закон, это, это хорошая вещь, да, вот, в Писании написано, что закон, где-то водитель ко Христу, но не так, как мы иногда понимаем, мне, помню, доказывали, объясняли, что закон, где-то водитель ко Христу, тебе надо под закон, тебя надо вогнать. Я помню, даже пастору один раз объяснял такие, такой пастор, это было давно, лет, наверное, не знаю, 10-15 назад, мы только с Ксюшей в церковь стали ходить, только женились, 17 лет назад, может, я ему объяснял, надо под закон человека. Пастор говорит, ты что, закон, где-то водитель ко Христу, это, знаете, мне понравился пример один, это как зеркало закон, то есть, это вот, ты смотришь в зеркало, ты видишь свои изъяны на лице, да, кто сегодня в зеркало смотрелся, все, наверное, смотрели, да, я тоже, сегодня даже что-то там брился, смотрел, так, ага, здесь подбрить, тут что-то надо под это, подшкаблить, подмазать, там уже все, уже, знаете, возраст такой, тут уже что-то седина надо, вот, и, но мы, глядя в зеркало, мы зеркалом, ну, не берем его и не начинаем им себя очищать, правильно, скаблить, шпаклевать, сестры, зеркалом себя нет, шпаклевку не наносите, вот, на лицо, нет, конечно же, зеркало, оно нам для того, чтобы нам увидеть, то же самое закон, он нам для того, чтобы, чтобы нам увидеть свою греховность, да, увидеть себя, но очищает и освобождает нас Христос, и здесь вот то же самое, ну, то есть, он говорит, одного тебе не достает, самого главного, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мной, взяв крест. Интересно, здесь Иисус говорит о кресте, ну, как бы есть же крест, ну, уже Иисус же взял на кресте же, правильно, то есть, он взял, он нес свой крест Иисус, Симон Кириньянин, там, помогал ему, он был распят на этом кресте, он, Иисус, ну, понес на кресте наши проклятия, немощи, да, как мы читаем в Исаии, там, наказание мира было на нем, да, то есть, на кресте было прощение, омытие, все, кажется, да, но почему-то Иисус говорит еще о каком-то кресте, Иисус, ну, достаточно же того креста, да, достаточно, но Иисус, он говорит, ну, ты возьми крест свой и следуй за мной, в другом местописании, он говорит, возьми крест свой, то есть, есть наш крест еще какой-то, не только крест Иисуса, наш еще крест, и получается, что он говорит, взяв крест, следуй за мной, значит, если мы не возьмем этот крест, значит, мы, как там он вопрос задал, унаследовать жизнь вечную, значит, мы, ну, не унаследуем жизнь вечную, но Евангелие такое, к сожалению, ну, к счастью, не к сожалению, кому-то, может, к сожалению, да, кому-то нравится Евангелие такое, знаете, как такое, давай, про преуспевание, давай, про утешение, знаете, но Иисус, мы видим, он, когда он ходил, у него всегда было Евангелие, вот такое, как соль, как меч. То есть он всегда говорил, как есть, истину. Он всегда говорил так, что люди вот так вот... Ну, он хороший, то есть, знаете, как Иисус, если бы душевно подходил к моментам, к этим ко всем, он бы к этому парню душевно подошел, бы сказал, ну, ладно, парень хороший, давай со мной. Зачем я буду обижать его, буду говорить ему, что ты жизнь вечную не унаследуешь, если крест не возьмешь? Зачем? Ну, Иисус, как бы такой, ну, он же добрый. Иисус ему говорит, возьми крест свой, следуй за мной, взяв крест. То есть, другими словами, ну, еще какой-то есть крест. Аминь. Наш крест, который мы должны нести. Не, Иисус, я не согласен с тобой. Ну, ты же взял крест, ну, давай, как бы, ну, ты понес уже, ну, а мне, что, я давай просто буду с тобой ходить, как бы, и все. Так, Луки 14 глава, 27 стих, откройте. А, все, я 15-ю смотрю, ну, так, что-то не то. 27 стих. Кто не несет креста своего, Иисус говорит, своего. То есть, свой крест наш какой-то. Ну, не вот этот крестик, да, который вот у нас, а то некоторые скажут, у меня, вот, смотри, как с некоторыми общаешься, я верующий, смотри, обязательно покажет крестик. Нет, здесь про другое, конечно же. То есть, кто не несет креста своего. Интересно, смотрите, здесь говорится, что и идет за мною, то есть, можно ходить за Иисусом, но не нести креста своего. То есть, как бы определить для себя, сам определил для себя, ну, христианство. То есть, Иисус, в общем, я буду ходить за тобою, ну, иногда. Да, да, там. По воскресеньям раз буду приходить в церковь, один раз в месяц, ну, там, ну, ладно, в неделю договорились, хорошо. Хорошо, я буду там десятину приносить. Хорошо, я буду, там, что еще? На домашку ходить буду, Иисус. Я буду, там, ну, делать какие-то вещи, то, что, вот, ну, то, что мне удобно, то есть, вот, то, что я, вот, для себя, как бы, определю, да, как бы, ну, за миссию не проси. Ну, не надо за миссию. Ну, только с миссией, пожалуйста, не надо мне этого вопроса, ладно? Не лезь. Да, там, еще про что-нибудь, там. Про хоспис, про табор тоже, ну, не надо, как бы, вот, я определил для себя. Я не знаю, как это выглядит все, у каждого, наверное, по-разному, но здесь говорится о том, что кто следует за мною, кто не несет креста своего и идет за мною, то есть, можно следовать за Христом без креста, не неся крест креста. То есть, знаете, такое христианство у нас, ну, здесь мы видим, что оно такое какое-то, вот, одностороннее, одностороннее какое-то. Тот не может быть моим учеником, Иисус говорит. Следовать за Христом без креста, не неся крест. У нас, у каждого свой крест есть. У каждого. И нам надо взять этот крест и следовать за ним, за Иисусом. Не надо его крест нести, потому что, знаете, как Иисус специально пришел на землю для того, чтобы за нас этот крест пронести, крест, который на Голгофе, на котором он был распят, мы бы не смогли этого сделать, мы бы не вывезли с вами этого. Мы бы не смогли. Но он говорит о нашем кресте, о кресте, который мы должны. Давайте посмотрим еще место Писания. Матфея, 10 глава, с 37 по 39 стих. Откройте. «Кто любит отца или мать более нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более нежели меня, не достоин меня». Дальше. «Кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Драгоценность. Здесь Иисус говорит об этих вещах. Он говорит. «Кто не несет креста, тот не достоин меня. Кто не несет креста своего, не достоин меня». И дальше Он говорит интересные вещи про душу. Он говорит, кто душу, сберегший душу свою, потеряет ее. То есть какая-то связь есть. Душа наша и крест. Душа наша и крест. Сберегать душу свою. Это тогда, когда ты себя любишь, когда твои планы, они выше планов божьих. Когда твои планы, когда божьи планы, они не входят в твои планы. Когда жизнь с Господом, она для тебя где-то на второстепенности, на первом месте, твоя жизнь, твоя душа на первом месте. Ты главнее. Ты себя ставишь важнее и главнее Господа. Ты свои планы ставишь важнее и главнее Господа. Вот это значит душу свою сберечь. Душу свою сберечь. Но Иисус говорит об этом. Что значит взять крест свой? Это отказать. Это отвергнуть себя. Это, знаете, хороший пример пастор Игорь. Его душа желала славы. Его душа желала быть хорошим актером. Его душа желала закончить всякие учебные заведения, о которых он говорит, чтобы стать великим актером. У него были уже какие-то роли. Но у него был выбор взять крест и следовать за Иисусом. Может быть, знаете как, закончить эти все места, учебные заведения, стать хорошим актером. Может быть, ходить по воскресеньям в церковь. Может быть, как-то определить для себя образ жизни христианский. Да? Определить для себя. И все. Как бы я же христианин. Я же вот. Но мы видим, что пастор Игорь, это хороший пример, он отказался от своих планов. Он отказался. Он взял крест. Да, драгоценные. Не всегда взять крест, это то, ну, то есть, это то, чему бы мы хотели. Я не думаю, как пастор всегда говорит, говорит, я приехал в Березовске в 93-м году, да. Говорит, это не тот город, о котором можно было мечтать. Я был в 93-м, где-то в 94-м году в Березовске. Я знаю, что такое. Мы с Ксюшей едем, Ксюша говорит, Леша, а что снег здесь черный? Я говорю, Ксюша, ты что такое увидела, что ли? Тут шахты разрезы, говорю, тут снег черный. Да, и 90-е годы, то есть, но пастор Игорь, он отверг себя. То есть, он свои планы, свои задачи, свои какие-то цели, мечты. Это хорошо мечтать, драгоценные. Но представьте, можно на свою мечту потратить всю свою жизнь, все свое призвание, всю свою жизнь просто-напросто взять и на воплощение своей мечты потратить. Но крест будет в стороне. А Иисус хочет, чтобы мы взяли крест и следовали за Ним. Аминь. Драгоценные. Можно идти за Иисусом, не неся крест. Нет, когда ты просто наблюдатель, когда ты просто наблюдаешь, когда ты просто следуешь, но ты не являешься частью с Ним, частью с Иисусом. Ты просто как бы, ну, знаешь как, ты просто рядом, ты наблюдаешь, знаете, как интересно? Ты наблюдаешь, ты видишь чудеса, которые происходят. Ты видишь движение, Африку ты видишь. Как там люди, ну, для меня правда это вот, Макс, по-моему, да, мы как раз болели, слушали свидетельства, рассказывали, что команда там у них уже есть. Мы когда в прошлый раз ездили, там не было команды, там только Фарух был. Ну, Фарух и наш. А сейчас там уже команда, да, появилась. Лидеры. Лидерская. И так смотришь, как бы ты, и ты понимаешь, что, ну, вот она, вот она жизнь, что они часть вот этой жизни. А можно просто всегда пронаблюдать за этим. Можно сидеть, как бы, да, приходить, ну, в определенное для себя, в удобное для себя время, для себя время, опять же, да, интересно так, в удобное для себя время приходить, как бы, и наблюдать за этим всем. И так, знаешь, как, жизнь мимо пролетает, призвание, жизнь, ученичество, все мимо пролетает тебя. И ты просто, ты, ты просто за этим, за всем пронаблюдал, и не став частью этого всего. Не став частью этой жизни. Не став частью. Знаете, мне, мне кажется, что если у тебя есть откровение о кресте, о Голгофском, то у тебя будет откровение о кресте твоем, что тебе надо взять этот крест и следовать за ним. Интересно, да, вот такое вот у меня тоже. Если, если мы думаем, что я не пью, не курю, там, один раз хожу в церковь, это хорошо, это хорошо. Ну, не пить, не курить, как бы, это все хорошо, правда, но я не говорю сейчас, что это плохо. Это классно вообще, суперски. Но, но это не все. Понимаете? Это не, это не все еще. Просто пить, курить, там, прийти в церковь, я знаете, я наблюдаю иногда, ну, как бы и у самого искушения такие были, да, поначалу, то есть, просто вот, просто вести христианский образ жизни, как бы, да, просто стать воскресным христианином, просто стать, ну, как бы, для себя церковь сделать клубом, таким, клубом добрых, хороших людей. Ну, просто вот так вот, да, и смотреть на церковь вот именно вот такими глазами, таким взглядом. Классно в церкви у нас, у нас кого только в церкви нету. И музыканты есть, и повара есть, и юристы есть, и кого только нету, и актеры есть, и шахтеры, и кого нету только, вот у нас все есть, студенты есть, да, там, кто у нас что-то, строители, строители обязательно, строители, драгоценные, можно определить для себя это, можно определить. У меня тоже было такое искушение, но я понимаю, что это не то, что Бог не этого хочет, чтобы я пришел в церковь, купил себе машину, квартиру, и просто радовался, зарабатывая деньги, все. Но не в этом смысл и цель вообще нашей жизни с вами, с христианской, с Господом. Нам надо не просто жить христианской жизнью, определив для себя какие-то рамки и границы, сюда не лезьте, Господь, не надо мне этого тут, я сам знаю, как мне быть, а сказать, Господь, вот я, возьми меня, говори мне, что делать, направляй ты меня, дай мне твою мечту, я отказываюсь от своей мечты, ради твоей мечты, вот я, возьми меня, Господь, вот это и есть взять свой крест, отказаться от себя, от своего я, оставить все ради Христа, для того, чтобы исполнить его волю, для того, чтобы просто положить свою жизнь на алтарь, как апостол Павел говорит, 1 Коринфянам 15 глава 31 стих, я каждый день умираю, апостол Павел каждый день умирает, каждый день умирает, каждый день умираем, просыпаемся, и мы умираем для себя, просыпаемся, и умираем для своего я, просыпаемся, и умираем для того, чтобы жить для Христа, для того, чтобы, взяв крест, следовать за Ним, Драгоценный. Невозможно следовать за Христом, не взяв свой крест. Невозможно. Ну, возможно, но ты будешь просто частью той толпы, которая ходила за Иисусом. Которые ходили сегодня, восхищались им, говорили о сана, клали эти под ноги его пальмовые ветви, а потом распяли его, драгоценные. И все. Господь, Он не хочет, чтобы у нас был такой уровень с вами, христианство. Он хочет, чтобы мы вошли на глубину, чтобы наша жизнь с Господом, она изменилась. Чтобы наша жизнь с Господом, она изменилась. И знаете, интересно, у этого парня, давайте вернемся к этой истории, у этого парня, у него уже был выбор. Иисус предложил ему, по-хорошему сказал. Он говорит, давай, оставь все, оставь все, и следуй за мной, взяв крест. Оставь все, и следуй за мной, взяв крест. И здесь у него выбор драгоценный. У этого парня у него стал выбор. Согласиться с этим или нет. Сказать да Господу, а себе нет. И последовать за Ним, взяв крест. Или нет, или все-таки начать двигаться своими путями драгоценными. Но, к сожалению, Он выбрал вот так вот. К сожалению, Он выбрал вот так вот жить. И Он для себя, наверное, определил. Он, наверное, скорее всего, знаете, как вот это местописание, ну, то есть вот эти слова Иисуса, взяв крест, Он, может быть, как-то для себя это оправдал и определил, наверное. Может быть, я не знаю. Знаете, как некоторые говорят, ну, взяв крест... Ну, нести крест – это вот моя болезнь, это мой крест. Или дети мои – это мой крест. Кто слышал такие выражения? Или, там, я не знаю, там, моя работа – это мой крест. Мой муж – мой крест. Или жена – мой крест. Характер – мой крест. Я не знаю. Нет. Это не крест, который Иисус... О котором Иисус говорит. Это твое. Вот здесь. Понимаешь? Дети – это твоя обязанность. Это не крест. Это радость, вообще-то. И муж твой – это твое благословение. И жена твоя – твое благословение. Это не крест. Это ваши взаимоотношения. Зачем это все... Ну, менять какие-то вот эти понятия. Это не крест. Это твоя жизнь просто. И все. Ты просто живешь ее, знаешь, некоторые. Некоторые говорят, мое служение... Ну, не лезьте ко мне, да, там. Господь даже, может быть, не лезь ко мне. Я служу своей семье. Я слышал тоже такое. Ну, реально в жизни было такое, что... Я служу своей семье. Ну, ты не служишь своей семье. Ну, это твоя семья. Ты выбрал ее, и... Это твоя обязанность. Это не служение Господу. Твоя обязанность вообще детей кормить, поить, воспитывать, поднять их. Это обязанность. Это не крест. Это не служение. Драгоценный. Взять крест – это отвергнуть себя. Взять крест – это... Это свои планы. Оставить. Отказаться. И сказать Господь, давай, твои. Это когда Божьи планы, они важнее твоих планов. Аминь. Когда Божьи планы, они важнее твоих планов. Когда у тебя есть выбор, сделать вот так вот, или вот так вот, как Господь говорит, или как ты хочешь, как твоей душе угодно. Драгоценный. И это есть выбор у нас вот с вами. Сказать Господь, да, я хочу жить так, как ты определил для меня. Я хочу жить, как ты определил для меня. Я хочу, ну, вот ты определяй для меня. То есть, как во всех сферах жизни – жены, мужья, там, выбор даже, ну, даже здесь. Господь, Он хочет, чтобы мы руководствовались Его выбором, не своим. Аминь. Чтобы мы руководствовались не тем, как мы хотим, как душа моя хочет, как душе моей угодно. Нашей душе угодно, пей, веселись, душа моя, да. Но Господь, Он хочет, как Ему угодно, чтобы мы поступали. Чтобы мы следовали за Ним, шаг в шаг, неся маленький крест, следуя за Ним, шаг в шаг. Я сейчас в Монголию, ты за мной? Пошли. Там или куда-то в Африку. Ты за мной? Пошли. Взяв крест. Аминь. Поэтому, драгоценные, нам надо с вами просто-напросто пересмотреть вообще наше христианство. Пересмотреть наше хождение вообще. Пересмотреть. Если ты еще до сих пор, ты чувствуешь где-то внутри, что ты все-таки не взял еще крест свой. Не надо Божий крест нести, я повторяюсь. Свой возьми, который Господь хочет, чтобы ты нес. Возьми его. Возьми этот крест. Аминь. Возьми его. Драгоценные, давайте встанем. Прославление, выходите. Аллилуйя. Господь, спасибо Тебе. Боже, спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что Ты пронес свой крест до конца, Господь. За то, что когда фарисеи, книжники, они привели к Пилату тебя, ты не стал оправдываться, еще Пилат удивился, почему молчишь и не оправдываешь себя. И когда Пилат предложил, может быть, варраву распнем, ученики сказали, нет, Иисуса. Пилат сказал, ну он же просто, вы из-за зависти привели его. Его вина просто в том, что он царь иудейский. Но Ты, Господь, Ты из-за любви к нам, Ты взял крест. Ты молчал, Ты не проронил слово даже, свое оправдание. И потом, когда целый полк римлян, они издевались, надсмехались, били тростью по голове, плевали на Тебя, надсмехались. Ты до конца, Ты до конца взял крест, нес его до Голгофа, и на кресте Ты позволил себя распять. Иисус, спасибо. И на этом кресте свершилось, на этом кресте Твоя мечта осуществилась. Ты спас нас, Ты омыл нас кровью, Ты оправдал нас. И потом Ты умер на кресте, и на третий день воскрес. Спасибо Тебе. И это все было, потому что Ты любишь нас. Это все было, потому что Ты любишь нас. Господь, я молюсь о том, чтобы тот крест, наш крест, мы взяли, каждый. Из-за любви к Тебе, потому что Ты этого хочешь, потому что это и есть воля Твоя. И помоги каждому из нас взять свой крест и следовать за Тобою. Помоги нам, Господь, как Павел, который говорил, я каждый день умираю для себя. Помоги нам, Боже, умереть для себя и жить для Тебя. Умереть для себя и жить для Тебя, Господь, во имя Иисуса. Отец, я знаю, Бог мой, что Ты всегда стучишься в сердце и ждешь, когда мы отворим. И я знаю, что это и есть каждого выбора из нас сегодня. Отвергнуть себя и следовать за Тобой. Это выбор. Продолжать так же жить своей комфортной жизнью. Либо отвергнуть себя. Довериться Тебе. Свою жизнь, свои планы, свои мечты. Свои какие-то цели, задачи. Просто доверить Тебе и сказать, вот я, Господь. Возьми меня. Используй меня. Во имя Иисуса Христа Божия. Господь, я молюсь, Отец, о том, чтобы наш уровень нашего христианства, он просто поменялся, Господь. Во имя Иисуса. Знаешь, на этом пути, когда мы, когда ученики следовали за Иисусом, там было много. Много нуждающихся, много людей и жаждущих. Много проблемных людей, прокаженных, сумасшедших. Из раненых, слепых, больных, отвергнутых. И эти люди, они потом, они стали учениками. Это путь прекрасный, путь благословенный. Это не так, знаешь, как, о, все, сейчас начнется жизнь моя, закончилась жизнь хорошая, сейчас начнется. Нет. Иисус говорит, бремя мое, благо, легко. Это радость. Это радость. Жизнь с Господом – это радость. Следовать путем Божьим с крестом на спине – это радость. Это радость. Это благо. Господь, я молюсь, чтобы каждый из нас, Отец, он шел этим путем, взяв крест свой, следуя за тобой во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе. Благослови нас, Отец. 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 Благослови нас, Отец.